Привет, мои дорогие! Я тут чуть в такой просак не попала, но хочу это сейчас помыла голову. Вот это пятно, это я так помыла голову. Я как бы не мыла, я всегда обливаюсь, короче. Не стала я переодевать футболку, потому что мне сейчас все равно переодеваться, ну, когда буду сушить и куда-то пойду. В общем, пока так. Хочу сделать масочку и с вами поговорить на одну тему, как я чуть не попала в просак. Чуть в просак не попала. Вот она, эта маска, я вам говорила, что мне она очень нравится. Сейчас буду такая золотая богиня. Красоты. В общем, чуть не попала в просак с этим словом, с приветствием, телефонным, не словом, с приветствием. Алло, алло. Я же тут, ну, кто-то видел, наверное, делала. Я ее в телеграме делала, и здесь в ютубе опрос. Как вы приветствуете по телефону? Алло или алло? Вы знаете, я была уверена, что, ну, надо говорить алло. Ну, в основном, как говорят. Мне казалось, что алло, говорят. Ну, короче, никого не хочу обидеть. Ну, я так думала. Сейчас-то я так уже не думаю. В общем, как равносильно, в моем услуге это было равносильно, как броица. Ну, слово броица, да. И я так пару раз тоже слышала, он мне прям режет ухо. Вот. И в моей семье, просто объясню, алло, говорит, наверное, только Денис, мой муж. Не всегда это так режет слух. Я не знаю, почему. Потому что мне кажется, что алло, это как-то правильно, как-то вот более современно, как-то вот так вот, вот это все вот по городскому прям. О, смотрите, какая. Ну, прям я обожаю эту маску. Очень классно. Вот. В общем, такая красивая цель стоит. И, короче, меня всегда это очень давно беспокоило вопрос. Ты скажешь, Жень, ты вообще о чем думаешь? Да, иногда мне такие мысли посещают. А посетил мне эту мысль в тот момент, когда несколько дней назад Денис что-то взял трубку рядом со мной. И прям вот я, он, алло, и я прям среагировала. Да, ну, ты идти твое налево. Что за алло? Ну, алло же надо говорить, господи. Ладно, не обижайтесь, короче, знаете, ну, что ты колхозник разговариваешь? В общем, вот так это было. Потом мне показали, кто колхозник, а кто нет, мои, кто проголосовал. В общем, по голосованиям явно превышает, кто говорит алло. Ну, конечно, девчонки там еще написали. Кто-то говорит, слушаю. Кто-то там, да, просто говорит. Знаете, можно говорить, у аппарата фамилию добавлять. У меня папа, знаете, как шутил, мог сказать, ты ему звонишь. Но когда определители, он, естественно, видит, не всем же так, ну, в общем, знакомым. Он мог так ответить. Крейсер-аврожа торпедный отсек, слушаю. Или крематорий пятой печь, слушаю. Ну, как-то так. Но иногда он это шутил, как бы люди вставали в ступор. Например, какая-то моя подружка, когда еще городские были, телефоны. Моя подружка, тот мог позвонить на городской. Он мог вот так ответить. Ну, просто развлекался. Вот, ну, и, в общем, думаю, ну, как же все алло говорят? Почему так? Не знаю. Стало звучать этот вопрос. Немного краткая история, в общем-то, появление слова алло. Алло, появилось еще вот это приветствие телефона. Это называется телефонное приветствие. Там в 1877 году, там, кто, я не помню фамилию. В общем, мужчина написал начальнику телеграфа в Питтсбург, что он предлагает использовать приветствие, как алло. Потому что оно происходит от слова hello. Ну, то есть, хотя зачем это было, в принципе, изначально придумать. Я не понимаю, ну, hello, hello, говорили бы. Ну, в общем-то, он предложил вот это алло. И так, собственно, и родилось это приветствие. Еще с тысячи, получается, в 1877 году. Вот. Я стала дальше смотреть, что в русском языке. В общем-то, в русском языке в каком-то... Блин, там два вида. Какой-то словарь... Как же он называется? Блин, академический какой-то словарь. Там четко стоит алло. Но в остальных словарях как бы есть вот это вот именно алло. Но, опять же, я читала, что по разным странам, как приветствуют. Ну, и у нас в России, в принципе, почему-то действительно в большей степени используются слушаю, аппараты и все вот такие истории. Ну, то есть, у нас как бы так официально российское, так скажем, это наше изобретение. Вот. Ну, а так, в принципе, в большинстве все-таки я слышу, говорят, либо алло, либо алло. Мне так кажется. Но я задумалась, откуда же это берется? Почему в моей семье, в моем окружении именно все говорят алло? Мне кажется, еще бабушка, мамина мама говорит алло. Да. А как-то вот остальные... Ну, не знаю, может быть, почему-то мой муж так говорит, что мне режет слух. Он как-то это слово говорит алло. Я не скажу, что я всегда вникаю, как кто отвечает. Но почему-то алло всегда вот у меня режет все-таки ухо. Ну, в общем, я поняла, что в основном люди... Это я, они правильные. Это у нас как-то... Во-первых, ну, наверное, все-таки это идет от семьи. Вряд ли. Хотя это может тоже зависеть от региона. Например, я знаю, что Россия, она большая, да. И в разных регионах даже пословицы могут по-разному звучать. Ну, пословицы какие-то такие. Например, молодец. У нас как соленый огурец. А, например, по-моему, в Тульской области. Они еще так, говорят, проверяли. Мне так кто-то рассказал. Там как-то по-другому говорится. Вот. Ну, какие-то такие вот вещи. Почему так происходит в моем доме? Ну, почему? Мне некуда сбежать. Вот вы сейчас даже слышали. Постучали, это рабочие уходят. И постучали ко мне, чтобы сказать, что они уходят. Ну, Олика занимается как бы... Вот так вот, понимаете, у меня как бы... Ну, вот так вот жизнь сейчас выстраивается, что мне особо вот... Даже вот я сейчас подарки снять не могу. Потому что, ну, нужно сесть как-то вот, чтобы никто... Потому что все вот так вот, все постоянно. Что-то обсуждается, что-то говорится. Что-то кто-то позвонил, еще что-то. Ой. Ладно. Ну, в общем. И как бы вот все-таки это... А, про вот это вот. Про пословицы даже, да, говорят по-разному. В разных регионах, например. Может быть, от этого зависит. Но, ну, в моем случае, как я понимаю, это не зависит от того, что у меня и муж из Москвы, и мы из Москвы. То есть наша семья. От чего зарождается? Ну, скорее всего, да, мы начинаем говорить так, как говорит семья. Но изначально почему в моей семье начали говорить алло? Ну, то есть, понятное дело, что это не первое поколение, так говорит. Вот как бы как это разделилось? Алло или алло? Но правильно все-таки теперь я знаю алло. И то, что теперь я себе вот говорю, знаешь что, тебе режет слух. А они говорят правильно, а ты говоришь все неправильно. Но, честно, мне все равно на слух приятнее слышать алло. Ну, потому что, наверное, привычно. Ну, вот, правда, я не знаю в голосовании, я не знаю, сколько ролик посмотрит этот ролик человек. Просто ради интересного напишите. Вот я понимаю, что мне, да, написали, мы говорим там слушаю, еще что-то. Но все-таки ближе вам алло в вашем окружении или алло говорят? И режет ли вам слух, например, если вы говорите алло, а кто-то говорит алло, режет ли вам этот слух? Короче, это очень странно, да, я понимаю, что... Блин, покрепит, ну... Я понимаю, что, ну, это такая вещь, что лицкая, что, да, больше не о чем подумать. Но я иногда на таких вещах как бы заморачиваюсь. Не знаю, почему, решила с вами этим поделиться. Ну, че, я заморочилась, а вы че? Тоже заморочитесь, подумайте. Вот, я вам еще краткую историю рассказала, что с 1877 года. Вот. Представляете, как это давно придумано. Не нами. Так что вот так вот, мои дорогие, все, что я хотела вам рассказать. Ладно, может быть, это не самое умное видео мое. Но хотел и хотел. Да, мой канал, че, как многие любят говорить. Мой канал, че хочу, то я снимаю. Вот я тоже говорю, мой канал, че хочу, то я снимаю. Вот такая вся золотая. Ну, ладно, на самом деле маска действительно очень классная. Я вам очень ее рекомендую. Сейчас я вам еще раз покажу. Вот такая масочка. Вот такая. У меня, кстати, сейчас вот горит только нижний свет, ну, зеркало. Мне кажется, так очень уютно ванная. Видите, и не жужжит этот вентилятор. Он хоть шум и стало, я Денису сказал, чтобы он все-таки что-то посмотрел почему-то. Блин, а я отрывала, хотела вам рассказать, для чего эта маска. СПА-процедуры в домашних условиях. В общем, здесь порвалось, я вам не скажу. Мне кажется, они все одинаково увлажняют. И ничего такого особого не глобально делать. Но вот эта, она и держится хорошо, и вот такая красиво смотрится. Мне кажется, для фотосовета надо все сфоткать. Сфоткала, нет? Не поймешь. Сам это. Вот смотрите, как у меня отрасли корни. Вы видите? Вот я только покрасилась. У меня оттонируется. У меня краска, то, что я тонировалась, немножко смылась на корнях, и корни стали желтыми. Они прям желтыми. Да, здесь цвет хороший. Но корни желтые, поэтому я думаю, что я протонирую корни. Вот, ну они уже так отрасли, пипец. Глаза как будто голубые. У меня не такие глаза. Это просто к освещению падает. Ладно, все, заболталась я с вами. Пока-пока, увидимся.